Здравствуйте! В эфире ток-шоу «За семью печатями». Меня зовут Кристина Пугачёва. С момента начала нашей программы прошло всего полминуты. За это время я и каждый из вас сделали примерно 8-10 вдохов. И вместе с жизненно необходимым для нас воздухом вдохнули еще и десятки вредных химических соединений. А ведь отравляем воздух, которым мы дышим, мы сами. Человек привык называть себя царем природы. Но за последние 50 лет по вине человека произошло столько экологических катастроф, что планета буквально задыхается в смоги и тонет в горах мусора. Подсчитано, что каждый человек производит в год примерно 500 килограммов мусора, и большая его часть отправляется на свалки. Только в России их десятки тысяч, и с каждым годом это количество увеличивается. Проблема в том, что мы потребляем гораздо больше, чем нам нужно. Как итог, мы загрязняем атмосферу, воду, саму землю. Как сделать так, чтобы этот процесс остановился? Как перестать быть бездумным потребителем? Как умерить свои аппетиты? Итак, тема нашей сегодняшней передачи «Общество потребления». Разобраться, что к чему, нам помогут наши сегодняшние эксперты и гости. Резидент нашей программы, постоянный гость Юрий Зайцев. Психотерапевт Юрий Рыльский. Сотрудник экологического центра ТВГУ, аспирант Елизавета Дубоделова. И член Союза журналистов Виктор Грибков-Майский. Но для начала мне бы хотелось провести небольшое голосование. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто каждый день пользуется полиэтиленовыми пакетами. Ну что же, очевидно, что пластиковыми пакетами пользуется каждый из нас. Действительно, это ведь удобная универсальная упаковка. Первые полиэтиленовые пакеты запрели в 50-е годы в США. Еще через 50 лет появилась первая пластиковая бутылка. А в начале 2000-х в Тихом океане всплыл новый материк. Большое тихоокеанское мусорное пятно, которое состоит из тысяч, если не миллиардов, пластиковых пакетов и бутылок. Дорога цивилизации вымощена консервными банками. Когда-то остроумно подметил итальянский журналист Альберто Морави. Я считаю, что это мина замедленного действия, которую человечество само же под себя и подложило. Первый вопрос я задам нашему резиденту Юрию Зайцеву. На ваш взгляд, действительно ли ущерб природе такой большой, колоссальный, это неизменный спутник человеческого прогресса? Я считаю, что да. Там, где человечество появляется, оно всюду гадит. Так что ничего удивительного, что всю нашу цивилизацию сопровождают как раз мусор. Археологи копаются в мусоре. И через 100 тысяч лет мы тоже будем жить в мусоре и будем по мусору изучать, как жили уже наши сегодняшние поколения. У психотерапевта хочу спросить. В самом деле, все больше людей, молодых, стремятся потреблять как можно больше вообще всех благ, которые предоставляет ему жизнь. И в то же время, да, никакой ответственности абсолютно у них нет. Откуда вообще в человеке берется такое разрушительное начало? Ну вот, каждое государство, каждое общество имеет какие-то стадии своего развития. Вот сегодня в рыночных отношениях, когда потребление товаров большое и требуется их еще больше и больше потреблять, существуют определенные ценности, ориентируясь на которые люди превращаются в потребителей. И вот, когда такие ценности создаются в среде, то люди начинают к ним приспосабливаться, они начинают играть в эту игру, это искусственные ценности. И, собственно, им и следовать. Тогда мы получаем вот определенный такие поведенческий стереотип, шаблон. Ну вот, к вопросу о ценностях, если вспомнить часть известного лозунга коммунистического, каждому по потребностям, можно ли как-то определить границу рамки потребностей для человека, как считаете? Можно, конечно. Когда мы говорим о психологии потребления или о здоровом потреблении, то рамки здесь проводятся как бы, ну, они простые. На самом деле, если я иду и потребляю что-то, и мне надо что-то купить, то я точно знаю, зачем это мне, и я приобретаю ту вещь, которая мне необходима сегодня. Я ею буду пользоваться. Вот этот вопрос, ваш Кристина, о рамках потребления, я бы его определил немножко по-другому. Рамки должны быть разумности. Мы же все разумные люди. Это первый критерий. А второй критерий – это рамки любви к той стране, к той природе, которая нас окружает. Если мы с вами живем в такой прекрасной стране, как Россия, то это уже накладывает на нас обязанности сохранить природу, максимально участвовать в ее сохранении, в благоустройстве. Вот смотрите, если говорить о странах, вспомнить, конечно, наверное, самой первой мусорной державой стали Соединенные Штаты Америки. Многие экологи говорят об этом. Сейчас и в России тоже все эти процессы проходят очень активно, и очень плачевные результаты мы видим. Но, тем не менее, и Америка, и Европа, которая тоже страдает от катастрофического экологического положения, они все-таки уже переходят на другой уровень мышления. Люди стараются своей деятельностью меньше загрязнять окружающую среду, пересаживаются на велосипеды, строят заводы по переработке мусора, покупают себе более экономичные автомобили, которые не используют бензин, например. У нас, к сожалению, пока таких тенденций, они, конечно, есть, но в зачаточном состоянии. Я думаю, что каждой традицией, каждое экологическое сознание общества, оно растает из штрафов, потому что экономические механизмы, они достаточно эффективны на обществе других стран, по крайней мере. Вы согласны? Для людей нужны какие-то права. Если становится модным жить в экологически чистой среде, что уже проявляется в России, это есть. И организации есть, и люди собираются, убирают мусор там, где они живут, и убирают территорию, где они там отдыхают. Это все присутствует, это есть. Если это становится массовым, если это заражает большую часть населения, ну тогда вот это будут те правила, по которым люди снова будут жить. Они тоже искусственные, но вот к ним надо прийти. Ну что же, все сошлись во мнении, что виновник всех экологических проблем, которые происходят в мире, это человек, потребитель, общество потребления. Подсчитано, что за последние 40 лет потребление природных ресурсов возросло в два раза, а вредное воздействие деятельности человека на природу целых в три раза. Как же остановить этот процесс? Мы продолжаем снимать печати тайн с вопроса общества потребления. С каждым годом нетронутых мест человеком становится все меньше и меньше на планете. Среди лидеров по экологической чистоте называют три страны. Это Швейцария, Норвегия и Швеция. Россия в рейтинге чистых стран не вошла даже в десятку. Елизавета, а вот что касается конкретно нашего региона Тверской области, какие самые болевые точки, самые трудные экологические проблемы присущи? Ну, для нашей области, как и в принципе для других областей, самые, как вы сказали, болевые точки находятся в промзонах. Поэтому, если мы посмотрим карту, где находятся промышленные предприятия, собственно, там они и находятся. Однако, по докладу об состоянии окружающей среды Тверской области, уже который год у нас первое место по заглянениям занимает автотранспорт. Не менее актуальной проблемой является и санкционированные свалки твердых бытовых отходов, а именно нарушение санитарных правил на них часто регистрируется. Я уже не говорю о несанкционированных свалках. Они повсюду практически. Да, и вот, в частности, в Фирово, в докладе есть информация о том, что в Кимрах достаточно с санкционированными свалками есть проблема. Есть такой экологический лозунг «Мысли глобально, а действуй локально». Я бы хотела вновь, мы уже начали, вы, точнее, начали говорить, Виктор, о том, как вы относитесь к проблеме спасения природы. Конечно же, все зависит от нас с вами. Можно сидеть, как говорится, до второго пришествия и ждать, когда эта проблема будет кем-то решена. А можно начинать уже сейчас. Например, вдумайтесь, если каждый из нас в месяц сократит свои выбросы твердых бытовых отходов на уровне семьи хотя бы на один килограмм, то с учетом населения Твери до свалки не доедет порядка 400 тонн мусора. Это практически решение всей проблемы. Я предлагаю начать всем решать эту проблему. Причем ее можно решить красиво. Как это сделать? Вот я принес свои работы. Да, расскажите поподробнее об этих вещах, пожалуйста. Это те вещи, которые мы называем мусором. Самый настоящий мусор. Старый компьютер. У каждого, наверное, был такой компьютер. И каждый, кто от него избавлялся, решил его просто выбросить. Потому что он никому не нужен. Но если подойти немножко творчески, и здесь вот хорошая прозвучала мысль, должно быть модно спасать природу. Модно, красиво. То есть эти вещи, которые мы могли бы с вами вместе создавать из того, что мы определяем как мусор, они должны попасть, вернуться вновь в наш быт, в наши офисы, в наши дома. Они должны быть... Как раз из офиса перекочевал компьютер. Расскажите, что это за конструкция? Насколько я знаю, вообще отходы, которые связаны с электроникой, в том числе и компьютеры, и мобильные телефоны, которые сейчас мы меняем просто чуть ли не каждый месяц, это одна из самых опасных категорий бытовых отходов. И ежегодно в мире около 500 миллионов электронных приборов выбрасываются, что наносит вред природе очень серьезный, потому что их нужно утилизировать в специальных условиях. Ну, вы правы, конечно, Кристина. Но здесь, конечно, больше всего речь идет о пластике, который также нужно утилизировать, который практически не разлагается, или цикл разложения не очень большой. А если мы посмотрим, то это готовая емкость, готовая корзина, может быть, под мусор также. Да, вполне, наверное, можно посмотреть, открыть. Может быть, под белье, под игрушки, под детские. Универсальная емкость, можно сказать. Да. И здесь каждый может создать, каждый мужчина, может даже каждая женщина. Ничего здесь сложного нет. Небольшая подставка, обналичка. Даже здесь есть места для шурупов, ничего не надо сверлить. Просто так можно подойти к очень многим вещам. А как вы считаете, действительно ли такой подход, личностный и деятельный, может повлиять на обстановку экологическую в городе, в стране, да и в мире в целом? Когда мы вот говорим в такой аудитории, то нужен, конечно, индивидуальный личностный подход. Что я сам могу сделать? С одной стороны, вот мы видим замечательный пример, как мы могли бы утилизировать старые вещи, приспособив их. Вы знаете, еще один момент, который мне важен, это, на мой взгляд, нужно как-то найти альтернативу вообще вот этой психологии потребления. Один из вариантов такой альтернативы мог бы быть вот психология созидания. То, что мы сейчас видим, включая личное творчество. Понимаете, когда человек начинает что-то созидать, он совершенно по-другому себя чувствует. Ведь потребитель лишает себя одного из самых ценных даров, которые могли бы быть. Ведь потребление и созидание совершенно разные вещи. Противоположные практически. Противоположные. Вот еще что получается. Потребитель лишает себя гордости за какое-то выполненное дело. Понимаете? А вот это ощущение личного участия, гордости за что-то сделанное, оно и снимает стрессы, оно дает внутреннюю глубину, оно обогащает душу. А голые вещи из моего потребления как раз все выхолачивает. И там пусто. Почему человек все время идет и себя оживляет с помощью новых каких-то покупок? Потому что очень часто просто пусто внутри. С другой стороны, если посмотреть на этот вопрос, переработка мусора в принципе в мире, это довольно прибыльное дело. У нас абсолютно эта ниша, мне кажется, не занята. Как думаете, почему и как скоро мы сможем прийти к этому? Надо повсюду тогда вот эти мусорные ящики ставить, которые для бумаги, для стекла, для жестяных банок, не только в горсаду, но и тогда во всех дворах. И постепенно вот так прививать, чтобы фасовать мусор уже. А есть еще, на ваш взгляд, какие-то меры, которые помогут людям действительно вот к такому порядку прийти? Только массовые расстрелы. То есть только карательные меры, да? Конечно, расстрелы, надеюсь, до расстрелов не дойдет, но вот как мы уже говорили, штрафы, только штрафы, да, получается? Ну, вот парамода тоже, я, честно говоря, согласна. Вот нужно делать модным. Почему у нас модно вести здоровый образ жизни стало сравнительно недавно? И почему бы не делать модным вести экологический образ жизни? Можно как-то привести какие-то, сделать флешмоб акции, какие-то социальные рекламы. Ну, она хоть не сильно, но все-таки воздействует как-то. Хотя бы на какие-то слои общества воздействует. Ну вот если продолжить говорить о личном вкладе каждого человека и государства в дело сохранения экологии, я хотела бы, чтобы мы снова проголосовали. Кто считает, что сохранение здоровья нашей планеты, нашего мира, это дело рук каждого отдельно взятого человека? Так, опять мы сошлись во мнениях, я вижу. Хорошо. Тогда, может быть, скажите мне, что лично вы, каждый из вас, готовы сделать для того, чтобы мир стал чуть-чуть чище? Меня зовут Сергей. Так получилось, что по первому образованию я эколог, но давно по этой специальности не работаю. Сейчас я журналист, ваш коллега. Я бы все-таки немножко хотел вернуться к предыдущему вопросу по поводу переработки мусора. У нас просто в стране очень специфическая экономика. Я поясню просто на конкретном примере. Когда я работал экологом на одном тверском предприятии, я как раз-таки занимался утилизацией отходов, как раз-таки ртутных ламп и прочего неприятного мусора. Я вам хочу сказать, я не знаю, как сейчас, я ни в коем случае не хочу обманываться, но в то время, когда я этим занимался, предприятие, которое хотело утилизировать мусор, оно платило тому, кто утилизирует. И именно поэтому вот этот момент, он тоже очень тормозит. Когда человек приходит, чтобы избавиться от какого-то мусора, ему еще приходится платить за это. Получается, экономика, в принципе, производство промышленно создает все наши проблемы, и экономика их призвана решать, получается. По сути, да. И еще такой маленький пример по поводу, ну, как раз-таки то, что вы просили. Как, например, я могу помочь? Да, привел в порядок себя, приведи в порядок и свою планету. Да, совершенно верно. Опять-таки, я, например, столкнулся с одной очень важной проблемой. Почему она важная? Те же самые батарейки, аккумуляторы. Я очень долго искал, честно, я не нашел, куда их можно сдать. Может быть, коллега Эколот мне подскажет в рамках программы. Я думаю, что в Твери появился, наконец-таки, пункт, куда можно сдавать все батарейки. Я, на самом деле, безумно этому рад, потому что у меня скопилось их огромное количество. Выбросить у меня рука не поднимается, потому что я знаю, что одна батарейка — это минус один кубометр почвы. Это минимум, ну, соответственно, загубленный. Да, поэтому это очень здорово, что такие пункты есть. И каждый из нас каким образом может спасти положение хоть как-то, действительно, как-то сократить потребление ненужных вещей. Мы все-таки действительно все разумные люди, мы должны понимать, на чем мы должны остановиться, на чем мы должны ограничиться. И, допустим, вместо тех же батарей покупать аккумуляторы, которые можно использовать не один раз, а 100-200 в зависимости от их мощности. Соответственно, стараться брать поменьше бесплатных пакетов в супермаркетах. Почему нет? Если нам хватает одного, зачем нам пять? И выбрасывать, соответственно, поменьше. Да, да, совершенно верно. То есть мы, на самом деле, каждый из нас может достаточно легко повлиять на ситуацию. Но это нужно делать именно всем, не нужно ждать, что это сделает кто-то за нас. Да, безусловно, какие-то стимулы от государства должны быть, но они не помогут, если сам человек не будет стремиться. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Никита. Я думаю, что в первую очередь тоже государство должно об этом задуматься. Сделать, например, перерабатывающие станции, которые наладят вывоз мусора. Там пластик, бутылки, ну, все в каждый контейнер. И перерабатывали, чтобы все на каждом заводе. Так было бы более проще. А вы как думаете, будут ли все пользоваться вот этими разными контейнерами? Ну, если бы в каждом, например... Если даже люди просто до одного контейнера зачастую не могут донести свои бумажки. Ну, в домах большинства стоят контейнеры. Если бы там их стояло в два раза больше, и в каждый выбрасывалось определенный мусор, то все бы пользовались так. Согласны ли наши эксперты с этим? Ну, у нас в Твери был опыт в некоторых районах по раздельному сбору мусора. Сначала люди раздельно, но потом всем это надоедало, и они, собственно, не продолжали такую тенденцию. Поэтому надо ставить контейнеры, и при этом как-то это регламентировать как-то финансово. Мне кажется, что дело в том, что человек, который начинает что-то делать, не видит, грубо говоря, результата своей деятельности. Ну, да, да, да. Да, и это, кстати, это было тоже основной проблемой, потому что зачастую потом эти контейнеры все вместе скидывалось и так же назад отвозилось. Ну, были и такие проблемы. Практически по этим же причинам у нас настолько сейчас плачевная экологическая ситуация, потому что не сразу видно, как подействовала выброшенная батарейка где-то в лесу, как подействовал пакет, который не разлагается сотнями лет. Вопрос к психотерапевту, все-таки есть ли какие-то инструменты, либо мотивы, которые могли бы воздействовать не только на каждого. Вот сейчас, естественно, мы все едины, но если до каждого отдельного человека можно как-то достучаться? Да, конечно. Ведь, понимаете, все, о чем мы с вами говорим, возможно, когда мы включаем собственный разум. Зависит от нашего сознания. И тут как бы с мелочей как-то все начинается. Взойдите домой, посмотрите, что у вас там на кухне творится, в вашей спальне, что там делается на вашем рабочем столе. И начинайте наводить порядок вокруг себя. Ведь мусор и разруха, это же в голове сначала, да, потом это все нас окружать начинает. И вот когда у вас появится какой-то такой внутренний стиль или привычка, что ли, ухаживать за собой, ухаживать за тем пространством, где вы живете, ухаживать за тем местом, где вы находитесь, отдыхаете, кушаете, работаете, тогда эта привычка становится уже таким стереотипом хорошим. И вы обязательно найдете людей, которые этим же занимаются. Они есть в Твери, они есть в области, они собираются в группы, они вместе проводят время. И там не только люди, которые следят за чистотой, а это люди, которые следят за своей духовностью, за своей нравственностью, то есть за чистотой в большом, в понятном смысле таком, в большом. Я вот приезжал с такими людьми отдыхать. Мы на Селегире отдыхали. Первое, что началось, это с того, что убирался берег от всяких, значит, вот этих пластиковых банок, там, значит, бутылок, от хлама. Люди сидят, мы приехали, там люди отдыхают, они сидят вот в этом хламе, не замечая его. Вот это здорово бросается в глаза, когда вы привыкаете, что ли, к чистоте, к тому, чтобы было вокруг хорошо. Я думаю, что мы уже все привыкли как раз, да, когда наоборот. Все начинается с того, что пришли и стали чистить, хотя это и не мы там набросали, собственно, но мы хотели там жить в хорошей, чистой обстановке. И вы знаете, если эти вещи показывать, если об этих обществах, об этих людях рассказывать, они имеют тенденцию объединяться в еще большее общество, да, их становится много, это не один-два человека. И, в общем-то, они это бесплатно делают, с радостью, ну, скажем так, с внутренним таким желанием, позывом. Вот, просто жить в этом состоянии. Ведь это же не акция какая-то или компания разовая, пойдем там что-нибудь соберем и берем. У нас и это проводится. Потом накидаем, а потом еще через полу соберем. У нас же есть и субботники апрельские, они вот как были. Обычно так субботники и проходят. Люди все массово бросают мусор рядом со своим домом и с работой, потом собираются все вместе, разгребают это, потом опять. Ну, это тоже надо делать. Но все-таки, когда мы говорим с вами об экологическом мышлении, это образ жизни, это не рассказ о том, что он существует, а это сама жизнь, внутри которой вы находитесь. И вот это создать, и чтобы это находилось, чтобы вы не просто пользовались знаниями, да, вот где-то прочитали, рассказали о них, а жили внутри этих знаний. Вот это вот воспитание. И это воспитание зависит от того, как вы будете себя воспитывать, и как будут потом жить ваши дети внутри этой атмосферы. Ну да, вот, кстати, наверное, многим знакома картина, когда идет мама, молодая или не очень молодая, со своим ребенком, и они вместе бросают мусор, не донося его до урны. Ну да, да, потому что это неважно, понимаете. И ребенок может сказать, так все бросают, все мусор. А вот а как с такими родителями тогда ребенка научить, когда он видит, и ему кажется, что это нормально? Как я уже говорил, только массовые расстрелы. Вы знаете, какая вещь? Конечно, всякого рода штрафы, они необходимы, потому что они как-то ограничивают, ставят какие-то ограничения, потому что людей пугают эти ограничения. Они будут подчиняться. Но вот внутренняя среда, когда тебе просто не то, чтобы там неудобно, стыдно бросить эту бумажку какую-то, да, на пол, или ты не считаешь вообще прилично мимо нее пройти. Но вот внутреннее такое ощущение у тебя же может быть хотя бы на своей территории. Вот этот процесс, понимаете, воспитание такого экологического, здорового образа жизни, он длительный на самом деле. Его на сколько все равно не решишь. Тут потребуется время и многие усилия многих людей. Но начинать мы можем, если мы с вами говорим, кто это будет делать, государство придет сделать. Но хорошо, если оно будет участвовать, оно участвует в этом. Но все равно мы начинаем с себя. И вокруг вас будет какая-то маленькая хотя бы территория, она будет жить по этому закону. Понимаете, по этим правилам. Тогда у вас есть возможность ее как бы показать или трансформировать. Спасибо. Ну что же, все вместе мы еще раз пришли к выводу, что дело сохранения природы, ее чистоты, это дело каждого из нас. И только общими усилиями мы сможем добиться какого-то действительно видимого результата. Программа наша близится, к сожалению, к концу. И мне хотелось бы в завершение попросить наших экспертов сформулировать, подвести некий итог всему тому, что было сказано. Все-таки, как помочь каждому из нас отдельно и всему обществу осознать всю степень своей ответственности за сохранность нашего общего дома? Проблема, она, конечно, должна заходить с двух концов. С одной стороны, государство может какие-то запретительные, штрафные меры ввести. Вот, например, сейчас обсуждается вопрос, как я слышал, сам не знаю, что наше местное законодательное собрание хочет запретить продажу на территории Тверской области вот этих напитков алкоэнергетических. С другой стороны, если мы можем на таком нашем региональном уровне запретить продажу данных напитков, то мы же можем запретить, например, продажу целлофановых пакетов каких-либо. Почему нет? Таким образом, мы со стороны государства снизим использование, заставим народ использовать пакет не один раз, там хотя бы два-три, об этом задумываться. Помните, в советское время целлофановые пакетики, когда они только появились, их же еще стирали и сушили на прищепочках. А с другой стороны, как раз гражданин сам должен сознательно к этому прийти, потому что много вещей мы покупаем вообще бесполезных. Спасибо. Человек изначально в глубине своей психики, наверное, в глубине своего состояния и добр, и красив, и считает себя вечно живущим. И вот, наверное, когда он возвращается к своим истокам, к красоте, тогда у него появляется возможность задуматься о том, что он делает в своем поведении. Мне кажется, это очень важно. Понимаете, без какой-то духовности, без совестливости в этом деле будет очень сложно. Необходимо пробудить вот эти внутренние силы, душевные силы, духовные силы. Тогда у нас будет возможность оглянуться на то, что мы делаем каждый день. Ведь здоровье человека на 50% больше зависит от того, что он делает, от его поведения. И здесь очень важно понять внутренние, так сказать, мотивы. Для чего я это делаю, для чего я покупаю так много, что за этим стоит. И понимаете, когда мы начинаем обращаться к собственным глубинам, внутрь себя, тогда мы начинаем получать истинные ответы на то, что мы творим и что мы делаем. Вот без этого, я думаю, будет очень сложно. И вот такого рода процессы, конечно, могло бы поддерживать и наше общество, и мы сами. Спасибо. В заключение попрошу наших гостей сказать о том, кратко, что должен делать каждый человек, чтобы его жизнь и его деятельность приносила как можно меньше вреда окружающей среде. Я думаю, что каждый человек должен задумываться в первую очередь о своем конституционном праве. Все-таки мы часто очень задумываемся о своих правах, и у нас есть право на благоприятную окружающую среду. И мы должны задуматься, что мы конкретно о своем будущем и о качестве своего будущего. И в частности, мы все пользуемся интернетом, и у нас есть такие программы, как Greenpeace, например, Зеленый офис. Можно посмотреть, как экологизировать свой офис, свою квартиру. Там есть конкретные рекомендации, каждый любой желающий может посмотреть. У нас есть экологический след, тоже, по-моему, Greenpeace тоже сделали, на сайте Greenpeace можно посмотреть. Каждый человек может рассчитать свой след, свой конкретный, и попробовать его сократить. В принципе, у нас очень много информации в интернете, и если человек задумается, он может найти способы сокращения своего следа. Главное желание, правильно? Да, главное желание. Спасибо. Виктор, слава вам. Кристина, я вернусь к тому, что я сказал вначале. Конечно, все, что здесь говорили коллеги, все правильно и научно, и обоснованно. Но без любви к той стране, в которой мы с вами живем, где жили наши предки, предки наших предков, невозможно ничего сделать. Поэтому самое простое – полюбить эту страну. А наш Тверской край древний, его есть за что полюбить. И когда вы полюбите, вы поймете, что мы можем сделать значительно больше для сохранения этой земли, чем сейчас делаем. И если, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что говорил, подойти к этому творчески, то вы увидите, насколько ваши возможности каждого из присутствующих здесь в зале безграничны. Вы сами удивитесь и получите огромное удовольствие. Вот здесь прекрасная мысль прозвучала. Человек, который что-то творит, совсем по-другому себя чувствует, потому что задействован и мышление, причем и творческое, и техническое, и руки, которыми вы все это создаете. Вот такой простой ответ. Спасибо. «Ценность воды мы познаем лишь тогда, когда пересыхает колодец», – сказал Бенджамин Франклин. То же самое можно сказать и сегодня о состоянии экологии. Мы ощутили всю плачевность ситуации лишь тогда, когда экологический баланс мира серьезно пошатнулся. Сохранить его, восстановить природу – это дело каждого человека, отдельно взятого. Начинать нужно именно с себя. Конечно, человек – это царь природы, хозяин. Но он должен быть таким хозяином, который думает о том, как правильно ее беречь и как использовать с минимальным уроном. Поэтому берегите себя и окружающую среду. Вы смотрели ток-шоу «За семью печатями». С вами была Кристина Пугачева. До встречи. Тема нашей следующей передачи – «Бездетная семья». Все больше молодых, да и не очень молодых супругов не спешат обзаводиться детьми. Почему так происходит? И нужно ли пытаться вернуть традиционные семейные ценности? Выясним в студии ток-шоу «За семью печатями». Вам есть чем поделиться? Приглашаем стать участниками или даже героями нашей программы. Звоните по телефону редакции 341 341. Субтитры создавал DimaTorzok